На заключительном в этом году пленарном заседании городской думы депутаты вершили финансовую судьбу областного центра. Бюджет Иванова на 2016 год и плановый период 2017-2018 оказался более чем оптимистичным. Бюджет на следующую трехлетку по доходам прогнозируется в объеме 5 миллиардов 625,7 миллиона рублей, 5 миллиардов 278,6 миллиона рублей, 5 миллиардов 266,1 миллиона рублей. Соответственно расходы 5 миллиардов 941,6 миллиона рублей, 5 миллиардов 597,9 миллиона рублей, 5 миллиардов 584,2 миллиона рублей. Соответственно дефицит бюджета 315,9 миллиона, 319,3 миллиона, 318,1 миллиона рублей. Наш бюджет по своим затратам, связанным с привлечением иных средств, наверное, в лучшем положении, чем среди других городов Центра Российской Федерации. Бюджет развития. Настроим, вы знаете, автомобильную дорогу, будет построена в следующем году. Детский сарик введен в эксплуатацию, деньги на это предусмотрены, предусмотрены деньги на создание детского технопарка. То есть, в принципе, это действительно бюджет определенной степени развития. Естественно, мы также сохранили все льготы и выплаты, которые были предусмотрены в прошлом году, поэтому и в наступившем году эти льготы будут в полном объеме сохранены. Бюджет города определяется сразу на трехлетку. С гнодательством это не запрещено. И намного удобней, ведь в инвестиционной программе есть объекты, которые будут строиться на протяжении всего этого времени. Правда, прогнозирование бюджета имеет и свои минусы. Этот документ менее точен, ведь ситуация в экономике за год-другой может поменяться. Запасные бюджеты на черный день нужно продумывать уже сейчас. Бюджет и в доходной, и в расходной части носит на сегодняшний день оптимистичный характер. И вопрос, конечно, задается, что в случае секвестирования расходов, неполучения тех доходов, на которые мы рассчитываем, какие дальнейшие будут планы у администрации и у депутатского корпуса. В начале января месяца будет выпущено постановление главы администрации города, где как раз пессимистичные прогнозы будут обозначены дан, какие пострадают статьи расходов в случае, если бюджет не получит полный объем доходов, запланируемый в первом квартале и в текущем периоде. На сегодняшний день цифры 16 муниципальных программ не совпадают с показателями нового бюджета. Первоочередная задача – привести их в соответствие. Тогда уже можно будет вести речь об основных расходах и тех, которыми можно будет пожертвовать, в случае, если доходная часть бюджета не оправдает оптимистичных ожиданий депутатов.